Домская церковь, несомненно, один из самых посещаемых туристических объектов в Таллине. Но всего их в столице десятки, а то и сотни. Конечно, разного масштаба, но все равно интересных. И было очень грустно смотреть, как во время пандемии они стояли пустыми, а то и вовсе закрытыми для посещений. Но вот впечатляющая цифра. За год количество туристов в Эстонии выросло на 276%. Из них 77 тысяч зарубежных и 116 тысяч местных. А на рейде Таллина вновь стали появляться круизные корабли. Благо, город обзавелся прекрасным терминалом для них. Ирина Свидлов, руководитель проектов отдела туризма Таллинского стратегического центра, знает, в чем причина этого взлета. Ирина, добрый вечер. Добрый вечер. Конечно, количество иностранных туристов еще не восстановилось до докризисного периода. Но, тем не менее, действительно цифры впечатляющие. Чем Таллин привлек туристов и зарубежных, и местных? В последнее время Таллин очень разрастается. Появляются новые городские пространства, которые становятся популярными и среди жителей самого города. И среди гостей нашего города это, например, квартал Ноблеснер, или Теллискеви, или Копли. Это тоже такая еще неизведанная жемчужина, но уже и интересная. Так что вот все эти новые городские пространства, а также наши старые знаменитые достопримечательности, как церкви, башни, музеи, все это привлекает. Ну и, конечно же, мероприятия. Вот, к слову сказать, ближайшие мероприятия будут проходить в честь Дня города. Что бы вы отметили? Это очень будет масштабное мероприятие, потому что День города в этом году будет праздноваться целых три дня. И начнется все празднование 13 мая под знаком Дня музыки. Но не только музыка будет звучать, также будут облагоустраиваться общественные сады, высаживаться цветы. И вот с помощью самих жителей города наша столица будет приукрашиваться. Второй день – это День районов. И, как говорит уже само название, разные мероприятия будут проходить во всех районах города. В Мустаме будет проходить программа «Интересная». И Дни Каламая тоже будут отмечаться 14 мая. Также 14 мая начнется диктант. То есть все, кто хочет себя испробовать на знание эстонского языка, могут участвовать в диктанте, который начнется на Ратушной площади в 12 часов и с прямой трансляцией. То есть не обязательно приходить на место. Ну и, конечно, 15 мая – это самый основной день праздников. И здесь уже мероприятий так много будет проходить, что… Ну, ключевые. Ключевые, да. Торжественный концерт в честь открытия Дня города начнется в 12 часов под звуки духового оркестра. На Ратуши также стоит наше главное здание, магистрата, здание Ратуши, которое в этом году празднует 700 лет. И с 12 до 5 будут открыты парадные двери для всех желающих. И атмосферу создаст средневековая музыка. Также в этот день же у нас проходит музейное воскресенье. То есть все филиалы городского музея будут для посещения бесплатные. В 12.30 на площади Вабадзусавяльяк стартует автобусный паратоникум, который направляется в Кадрёрг. То есть вот старые автобусы. Можно понаблюдать, как они едут от площади Вабадзусавяльяк до Кадрёрга. То есть очень много мероприятий. И так как я уже сказала, что программа дополняется постоянно, я советую всем зайти на сайт talin.ee slash день Таллина, латиницей. И там вся программа, где что будет происходить. Городские экскурсии на эстонском, русском языке. Концерты всевозможные. В общем... Масса мероприятий. Масса мероприятий. Я думаю, масса эмоций за эти три дня в любом случае получат все, кто будет участвовать в этих мероприятиях. Ирина, спасибо. Успехов вам. Спасибо. Май месяц удивительно богатый на праздники. Тут и Первомай, и День Европы, и День Победы, и День Мамы. Но среди этого разнообразия уж точно не должен будет затеряться День Таллина, 15 мая, который на этот раз будут праздновать всю неделю. О чем и напомнила нам Ирина Свидлоп, руководитель проектов отдела туризма Таллиннского стратегического центра.